Двухдневный фестиваль единоборств провели по пяти видам спорта. Самбо, дзюдо, сумо, спортивная борьба и национальная борьба хуреш. Участие приняли не только спортсмены со всей Тувы, но и борцы из республики Хакасия. В самбо между участниками из Тувы и Хакасии одержал победу спортсмен из соседнего региона и стал чемпионом по борьбе самбо до 42 килограмм. В финале мне показалось легко, а вот в полуфинале тяжело было. А потом, когда в первую схватку вышел, сложно было, отдышался и одержал победу первое место. Еще один спортсмен, который одержал победу и стал чемпионом по борьбе самбо до 46 килограмм – Давид Дангак. Он представляет спортивную школу Олимпийского резерва «Олимп». Хорошие, сильные. Я их уважаю. И в первой схватке было тяжело. Он меня выигрывал на один балл, а на последних секундах я его валил. Вторая схватка выиграл 8-0. И вот эта последняя была тяжелой. На соревнования съехались любители разных видов спорта. Чиминдхангай представляет село Эрзин. Он стал чемпионом по национальной борьбе Хуреш до 75 килограмм. За выход в финал тоже чуть-чуть тяжело было. Но соревнования в высшем уровне проходят. А в целом вообще подготовка соперников? Что случилось? Ну, все сильные. В соревновании приняли участие порядка 500 человек. В каждом виде единоборств по 100 участников до 18 лет разных весовых категорий. Тут 5 разных видов спорта, но у всех возрастания соприкосляются. Можно сказать, самбисты с 10-12 лет, дзюдоисты 13-14. Все разные возраста. И самый старший возраст, 17-18 лет, это у нас была борьба Хуреш. И поменьше пошла Сумо, потом спортивная борьба. И вот так всех детей разделили, чтобы с 10 до 18 лет все участвовали, могли принять участие. Напомним, первый всероссийский фестиваль единоборств был посвящен 50-летию заслуженного мастера спорта Российской Федерации Кучуген Маге Республики Това Аяса Мангуша. Он является 17-кратным чемпионом республиканского надома. Добился значительных успехов Сумо. Стал 2-кратным чемпионом мира по Сумо, чемпионом Азии по самбо, 7-кратный чемпионом Европы по Сумо и 9-кратный чемпионом России по Сумо. Я очень рад, что на моем имя, на юбиле, 50 лет проводят такой турнир. Очень рад, спасибо всем близким, народу своему и приезжающим гостям. Всем спасибо. Спортсменам, молодые спортсмены, все впереди в дальнейшем. И я думаю, будет развиваться спорт, еще все впереди у них. Победители состязаний наградили денежными сертификатами и памятными призами. Ожидается, что турнир будет проводиться ежегодно. Инна Калаян, Буян Магуш, Айдана Санданма, телеканал ТУВА24.